любите ли вы новый год больше чем люблю его я ну в этом году наверняка странно новогоднего настроения совершенно нет уж не знаю в чем дело то ли в том что снег еще нормально не выпал то ли в том что елку я еще не поставила ладно снег это природное явление и на него я повлиять не могу хотя даже у снега есть куча вариантов замены там пенопласт синтепон но мы за натуралити а вот елку я подумываю искусственную ставить не красота конечно да и размерчик не мой но елка есть это факт появись появись новогоднее настроение будь умничка иди ко мне вообще почему это я привязываю свое настроение именно к елке чем она так отличилась почему не ту я например она ведь тоже вечно зеленая это подсознательное программирование началось 15 16 столетий тогда впервые начали приносить в дом и украшать рождественскую ель этот обычай прочно укоренился в германии австрии эльзасе и лотаринге причем сторонники реформации всячески поддерживали нововведение подчеркивая символику ели как аналог райского дерева древо познания добра и зла символа вечной жизни и молодости на к я не могу не упомянуть о том что у осетин существовал обычай подметать пол после поминок еловыми ветками дабы упокоенный не претендовал ни на что в доме и с собой никого не стремился забрать подметала непременно вдова позднее обряд упразднили до простого подметания между прочим именно в лотаринге появилось такое популярное елочное украшение как стеклянный шар в конце 16 века под влиянием распространяющегося протестантизма обычай дарить подарки по случаю окончания года сместился с 6 декабря со дня святого николая на 24 декабря с этого момента ель становится главным рождественским атрибутом а святой николай перетрансформировался санту в центре празднования с тех пор находилась рождественская елка в основании которой стали класть подарки в былые времена у нас само собой не клали под ель подарки у нее были другие функции так как зима у нас считалось временем забвения и отдыха когда миром правят темные силы я символизировала вечную жизнь и с ее помощью пытались те самые силы держать подальше к сведению зимой не принято было даже громко разговаривать чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и не тревожить тех кого не стоит позднее в рождество все это мракобесие рухнет и добро победит а пока в русской культуре ель наделялась сакральным значением и ассоциировалась в основном с разного рода нечистью само слово ель образовалась от народного просторечия йолс одного из имени лешего есть традиционно считалось у славян древом смерти о чем сохранилось немало свидетельств с конца 19 века мрачный образ ели постепенно начал меняться соединив своей семантики два традиционных обряда исконно русскую траурную церемонию с еловыми венками и празднование рождества снарядной и пушистой елкой пришедший с запада постепенно в сознании славян ель крепко соединилась с положительным символом рождественского дерева вот видите как пропаганда может поменять сознание и мировоззрение то что казалось пугающим и наделялась какими-то особыми свойствами постепенно стало просто красивым вечно зеленым растением прекрасным украшением дома к празднику уж не знаю к лучшему или худшему мне кажется в этом ничего плохого нет примечателен тот факт что ель фигурировала в основном как городское украшение и в домах ее никто не ставил приоритет был отдан праздничным фейерверком символом рождества в россии ель станет лишь в начале девятнадцатого века позднее рождественские ели появились в домах петербургских немцев которые ревностно берегали привезенный с родины обычай резко снизился статус рождества к 1922 году что обусловлено ростом официальной пропаганды направленной против религиозных праздников как всегда советский союз боролся с религией к тому времени уже успели поменяться местами рождество и новый год пытаясь поднять авторитет советского праздника тогда 25 декабря все еще оставался не рабочим днем но на праздничных мероприятиях читались лекции а рождественские елки превратились в комсомольские сейчас невозможно представить себе новый год без нарядной елки благо в наше время возможности не ограничены и вопрос еле можно решить очень даже бюджетно ставить или не ставить живая искусственная это все решать исключительно вам ведь именно вам после нее иголки из ковра вытаскивать веселого вам нового года а про рождество поговорим отдельно